Почти никто не сомневался, что 11-й отчет конкурсного управляющего фирмы «Россия» все-таки станет последним. Завершение производства ожидали еще в конце августа, но тогда Вадим Веселков попросил продлить процедуру еще на три месяца. Нереализованными оставались незначительные активы, дебиторские задолженности, имущество боулинг-центра, арендные платежи за земельные участки. Взыскана дебиторская задолженность Корнеева Михаила Владимировича, коммунальные платежи в сумме 423 302 рубля. На этом заседании управляющий попросил суд продлить производство еще на три месяца, чтобы полностью завершить все процедуры. Однако суд вынес решение прекратить конкурсное производство. Определение арбитража суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения единого государственного регистрации юридических лиц в записи о ликвидации должника. Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее, чем через 5 дней с датой представления указанного определения арбитража суда в орган, в отношении государственного регистрации юридических лиц. За 4,5 года с должника удалось вернуть порядка миллиарда рублей. С завершением конкурсного производства все оставшиеся долги компании, а это еще более 2 миллиардов, будут считаться погашенными. 5,5 тысяч кредиторов так и не вернут свои вложения. Из зала суда вкладчики отправились в областное правительство. Администрация помогла нам вернуть деньги, они нам отказывают уже, уже все, отчет закончился, вот, уже отчитываться нечем, денег нету, платить нечего. Ну и вот и решили, пусть администрация, раз как мне его разрешили, у него и лицензия была властная, они же ему разрешали деньги брать, а теперь говорят, зачем мы туда деньги ложили. Козлова! 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 Губернатора люди так и не дождались. Александр Козлов находится в командировке в Москве. К людям вышел зампред Валерий Палатов. Можете прийти все, да, на какое время, значит, но к нему поднимется, только инициативный. Да, 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. Правильно. Значит, 5-го числа вы 4-го мне звоните. Значит, давайте я вам, я сегодня ему позвоню и сегодня скажу, на которое время, 5-го или 6-го. Людям пообещали встречу с губернатором в конце недели. После 20-минутной беседы вкладчики России покинули областное правительство. Наше требование одно, чтобы вернули деньги всем, которые пострадали от банкротства России. Каким образом, мы не знаем и не можем знать. Это может знать только наш губернатор и наше правительство. Помимо возврата потерянных средств, вкладчики требуют, чтобы правоохранительные органы проверили, как проводилось конкурсное производство печально известной России. Антон Сильвоник, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.